Пиратские спортивные соревнования среди молодых специалистов акционерной компании «Алроса» объявляются! 18-й год подряд в Алмазной столице прошло, пожалуй, самое ожидаемое среди любителей активного отдыха событие лета. Туристический слёт собрал молодых специалистов со всех площадок «Алросы». На три дня его участники сменили свои рабочие места на полевые условия. Число команд, приехавших на соревнования, рекордное за последние три года. В принципе, у нас сложностей никаких не было, всё шло по плану, как мы и запланировали. Это традиционное мероприятие, которое каждый год у нас проходит. В этом году принимает участие 29 команд. Это не только подразделения компании, также есть организации Мирненского района, другие. В принципе, всё у нас было нормально. В первый день, прибыв на место, участники познакомились друг с другом и обустроили свои лагери. Примерно через час состоялось торжественное открытие слёта и конкурс-визитка. Сборные, наиболее оригинально представившие себя, получили высший балл. Основные мероприятия стартовали утром второго дня. Навесная переправа, конкурс «Бабочка», спуск и подъём на крутой склон, испытания на выносливость и физическую силу. Пройти все этапы полосы препятствий без штрафных баллов оказалось сложно. Решающим фактором для победы стало минимальное время прохождения всей дистанции. Физически подготовленным парням преодолеть очередное препятствие было, конечно, легче, а вот девушки не всегда справлялись с заданием быстро. Аккуратно, не спешай, не спеши. Нормально всё, не переживай. Вот это как-то неудобно так было. Я так повисла. Всё, давай ус цепляй. Ус цепляй. Чего? Я не могу шевелиться. Чтобы у участников туристического слёта остались о нём самые яркие воспоминания, была проведена большая работа. Несколько десятков членов оргкомитета начали подготовку к нему ещё с весны. Организационно большое количество организаторов, у нас больше 60 человек оргкомитета, с учётом охраны, медицины, безопасности, которые также у нас пожарные присутствуют, казаки, которые подрулируют территорию. То есть, с учётом вот этих всех сложностей, подготовка, ну и надо получить разрешение на проведение на этой территории данного мероприятия, у нас где-то месяца за три-четыре начинается подготовка. В итоге труды организаторов не пропали зря. Нынешний туристический слёт прошёл на отлично. В результате изнурительных трёхдневных соревнований на последней ступеньке пьедестала почёта оказалась команда рудника «Интернациональный». Вторыми стали молодые специалисты Якутни-Проалмаза. Звание абсолютного чемпиона завоевала сборная треста «Алмаз-автоматика». Пять команд, занявших лучшие места, поедут на республиканский турслёт, который пройдёт в конце июля в Ленском районе. Руслан Фадкулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».